Продолжение следует... ...другого автора этого проекта, Руслана Майкова, вы увидите на месте, через несколько минут. Вы узнаете его по отличительному знаку, у него шрам на право-лево, на левом виске. Это стерок пистолетового выстрела. То, что вы сейчас увидите, называется «Большая жрачка». Это вербатим из жизни телевизионных видений искусств. Вербатим в переводе с латыни обозначает «дословно». Применительный к данному спектаклю, это означает следующее. И все, что вы здесь увидите и услышите, абсолютно документальная информация, документальные слова, документальные действия. Все остальное тоже документальное. Даже некоторые участники спектакля играют сами себя. Обязательно в ютуб- ютуб- ютубе. Мы взяли спектакль, собирался методом промышленного шпионажа. Мы работали на телевидении, участвовали в создании разных замечательных гламотных поп-шоу. У нас в кармашках уже не фиктофон, мы ходили по коридорам останки. Мы записывали то, что там происходит. Потом сделали из этого интересную пьеску. Спектакль содержит в себе ненормативную лексику. Сцены секса и насилия. Поэтому дети до 16 лет туда нет, потому что сожгаются. У меня очень серьезное предназрение, что в зале есть лица до 16 лет. Причем их немало, я чувствую. Ставали, вышли. Да, мы там все равно. Это абсолютно формальное предупреждение. Просто дело в том, что после того, как я вас предупреждаю, я не несу никакой ответственности за то, что кто-то из вас может почувствовать себя униженным или оскорбенным. Чем-то и как. Я говорю здесь один большое спасибо. Как вы видите, студия у нас новенькая, покрашенная, очень хорошо совершенно. Поэтому на стенах не пишите, кто сидит там у стены, никакими фломастерами. У вас очаровательнейшим клиническим желтым цветом. Здесь, как вы видите. Значит, очень много камер. Вас все время снимают. Помните об этом, вы все постоянно в кадре, постоянно. Поэтому вот девушка, которая сидит справа от меня, слева от камеры, вот во втором ряду от стены, да, улыбайтесь почаще. Это вреда. Улыбайтесь почаще, пожалуйста. Вас постоянно снимают, старайтесь выглядеть лучше. Я потом вернусь к этому вопросу. Это очень важная составляющая часть того, что здесь будет происходить. Чего еще не хотелось, чтобы вы делали, дорогие друзья? Вставать вы можете только по команде. Вставать вы можете только по команде. Съемочка наша продолжается где-то час... Спасибо большое, мне очень мешает. Съемочка наша продолжается где-то час пятьдесят минут в среднем. Значит, все, кто забыл пописать, все, кто забыл попить, все, кто забыл свои вещи где-то там за дверью, Все это вы сможете забрать только по окончанию нашей съемочки. Мы здесь во время съемки не ходим. Имейте в виду, вы снимаете стильные передачи, вы артисты массовых сцен. Понятно? Не страшно, что бесплатно. Это все равно вы артисты. Поэтому вы здесь сидите, вы здесь сидите, вы никуда не ходите абсолютно. Значит, сейчас, дорогие друзья, что нам надо с вами сделать по плану, прежде чем начнется съемочка? Прежде чем начнется съемочка, мы с вами будем учиться аплодировать. И для того, чтобы подснять ваши бурные аплодисменты. Одним общим планом нам вас надо подснять, потому что потом здесь будут наши ведущие, здесь будут какие-то наши участники замечательные. Вас будет очень трудно взять одним общим планчиком красивым. Сейчас, до начала съемочки, мы отдельно подснимем ваши аплодисменты. Их разные варианты, продолжительные, непродолжительные, бурные, небурные. Значит, как мы аплодируем, дорогие друзья? Давайте учиться. Мы берем наши ручки, складываем их вот так, находим вот эту точечку, находим наш нос. Зараз делать не надо, молодой человек. Скажешь, что подстава или Аллаха Акбара. Зараз делать не надо. Помоги, Амайка. Находим наш нос. Чуть-чуть отводим руки вперед и опускаем буквально чуть-чуть вниз. Значит, дело в том, объясняю, почему это важно. Если вы поднимаете руки выше, вы просто загораживаете свое лицо вот этими движениями, вас не увидят ваши родные и близкие, вы сюда пришли, собственно, только за этим. Поэтому старайтесь не загораживать собственное лицо собственными же руками. Если вы опускаете руки ниже, все, кроме первого ряда, вы видны вот от сих пор, вы опускаете руки ниже, их просто не видно, ощущение, что вам ничего не нравится, вы не аплодируете. Если вы сюда пришли, пожалуйста, делайте вид, что вам все нравится, пожалуйста, реагируйте адекватно. У нас тут бывает весело, бывает не очень весело, бывает как-то. Давай вот весело смейтесь, не весело, не надо смеяться, большая просьба, да? Мы говоримся, что мы все здесь адекватные, нормальные люди, мы не вчера все вышли из сумасшедшего дома. Значит, теперь давайте попробуем поаплодировать, да? Мне нужны ваши бурные аплодисменты по моей команде. Пожалуйста, все. Ваши бурные аплодисменты, дорогие! У нас внизу под нами тоже студия, там сейчас проходит другая съемочка, там сидят мои коллеги. После съемочки они поднимутся ко мне и скажут, а ведь у тебя сегодня, а у вас, Виктория-то была, да, Лёмина? Потому что они не слышали, и у них лампочки не мигали вот так. Если аплодисменты бурные, лампочки их начинают вот так мигать, понимаете? Если они не мигают, вы говно. Вы хотите, чтобы вас называли говно? Я не хочу, чтобы мою аудиторию называли говно. Мы все время помним о том, что мы артисты. Мы артисты, мы в камере. Мы радуем телезрителей, мы радуем миллионы телезрителей, заметьте, да, при наших рейтингах. Во избежание неприятной мимики на экране, друзья мои. Сейчас вы все сдаете свои жевательные резинки нам на временное хранение. Они раскладываются в пронумерованные индивидуальные фантастиковые контейнеры. По окончании съемочки вы сможете забрать свою жевательную резинку назад, не грибутов ее сжевательной резинкой. Соседов все для вас, Маргарита Сергеевна, собираем, друзья, сплевываем. Маленькую еще несколько такой информации, просто такая инструкция, добрая инструкция для тех, кто любит выходить за рану своего каждодневного поведения. Если кто-то, если кто-то, вот что-то такое начнет делать нехорошее, попробует, например, в статье выйти, о чем я просил не делать категорически, да, у нас есть служба безопасности, это два молодых человека, которых особо сильно кормят. Они все действуют абсолютно по своему усмотрению, без указки с чьей-либо стороны, да, они просто видят нарушитель, у них срабатывает сигнал, у вас будет красная лодочка, берут нарушителя за ноги и бьют головой о наше замечательное ступенье. Вот буквально вот так, держат за ноги и бьют вас головой. А так у нас все хорошо, в Багдаде все спокойно, мы вас всех любим, мы работаем для вас, мы живем для вас, мы счастливы вместе с вами к совершению подвига на небе нашего отечественного телевидения. Еще раз спасибо за внимание. Ведущий Роман Ромазанов! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Миничным гелем, блин, Дима. Тебе же нравится этот зал, скажи. А тебе надо возле помойки, да? Ты же даже медически не можешь пойти возле помойки, заняться сексом. А ты хочешь возле помойки? А ты вот и спрашивай, может, я так хочу возле помойки? Нет, ты скажи, ты хочешь? Да, я хочу возле помойки. Так, вот здесь я за их себе не гонюсь больше, а что все все понимают. Дело в том, что у меня есть доказательство того, что моя жена, Ольга, изменяет мне, как последняя продажная женщина, как шлюха. А у вас есть доказательство, дорогие друзья? Давайте попробуем посмотреть, можно ли это вещество доказательства. Давайте попробуем, внесем. Встречайте, дорогие друзья, вещество доказательства номер один. Мариночка, выносите. В этой кассете записано все, сам процесс, как это происходило в театре. В то время, когда я, все нормально цивилизованные люди смотрят спектакль, она где-то в подсовке, где-то в гримерке непорядно с кем. Что он там с гитарит, монтировщик? Он даже в пиццовке не смотрит. О, что вы говорите? О, что вы говорите? О, что вы говорите? О, что вы говорите? Да чего вы мне обязаны, блядь? Здравствуй, блядь! Плю, блядь! Плю, блядь! Ты не нахуй отсюда, блядь! Это какой? Убой на меня, блядь! Он сбрасывается, блядь! Я хочу желать покоролить на клю, блядь! Плю, блядь, 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 блядь! Вот так вот! Ну вот, после этого интересного выяснения супружеских взаимоотношений, мы сейчас узнаем, зачем же на самом деле сюда пожаловал не уж только. Дело в том, что за пулисами нас ждет еще один участник этой истории. Он не в том и поном, зачем его сюда пригласили, однако за большие деньги согласился поучаствовать в нашем маленьком эксперименте. И так, сейчас это будет, несомненно, некоторый сюрпризом для Ольги, и я думаю, не станет сюрпризом для Степана Андреевича. Встречайте, дамы и господа, любовник Ольги Иван! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Правда о человеческих отношениях таинственна и неуловима. Мы прийти отставить и будем отставить снова. И приглашаем вас присоединиться. Кто не спрятался, Леонид? С вами была программа «Приятного вам обидца». Теперь пизда, которая там сидела на подводках, выстрела перед домом и изменились мне, потому что я не буду продолжать ведение со страны. За то, кто не пошла? Потому что я звезда! Я звезда! Я тебе ничто не помню! Вот отсюда! Казахстан!